вообще история это очень долгая началась она больше 20 лет назад когда меня молодого зеленого первый раз привезли сюда на сплав плавить хариус и у меня была просто мечта сюда приехать на водометной лодке чтобы пройти эти перекаты собралась команда команда аж целых семь человек вещичек у вас много народу нас много едет нас 7 человек три машины поэтому потихонечку сейчас в лодку закидаем немножко вещей после множко не получится тут канистра будет наполнена последние 300 километров нам придется ехать по грейдеру поэтому немножко кидаем в лодку немножко едем до точки куда поедем я не скажу едем мы на север андрюха там просто дим оператор наш он говорит что только в одном городе золотого кольца было кирилл показывает обзорную экскурсию ну давайте тогда сворачиваем потом на золотое кольцо там в ладе мир суздаль заедем ну как всегда приключение мы не ищем они нас сами находят минус колесо потому что боковой порез на грейдере как всегда типичная больная тема северов это когда лишь по грейдеру камушек вылетает и режьте бок колеса но вот адрюха попал теперь он без запаски уже рискованных поэтому сейчас он пойдет первым поедем грустно медленно печально шансов что мы порежемся будет поменьше надеюсь что я могу сказать минус 2 на одной и той же машине первую запаску поставили и тут нашлась еще одна дырочка на втором колесе хорошо что есть ремкомплект попробуем сейчас ремкомплектом что-то сделать если что-то получится поедем дальше не получится поедем дальше но в сокращенным состав счастливый водитель он вытащил джекпот 2 из 4 пока что пальцем зажми пожалуйста промежуточные итоги мы добрались вы добрались мы даже не туда куда мы хотели потому что не был я здесь я хотел скажу честно потому что я здесь последний раз был 2008 году много воды утекло в этой речке хорюса пришли на берег уже видели мы не там куда я хотел приехать но мы на берегу у нас есть лодка у нас есть забродники поэтому совершенно спокойно мы здесь наверно оставимся походим посмотрим общий план такой нас семеро что я планирую я планирую одного из желающих брать с собой лодку двоих в идеале забрасывать вверх по течению насколько они захотят но в разумных пределах там до 30 километров вверх а сам буду ходить вот с одним человеком смотреть искать и ловить двое у нас всегда будут на базе не потому что мы боимся с людей с людьми здесь все в порядке а вот зверь здесь есть и мишки и кабаны и в общем то другие всякие нехорошие личности которые могут прийти просто сожрать все что плохо лежит подрать все что хорошо лежит ну и устроить маленький шмон нам этого не надо поэтому двое на базе двое на заброске и двое я еще один в лодке где-то пытаемся поймать что-то зачетное у нас впереди четыре дня время на самом деле не так уж и много ну мы постараемся сейчас сразу ставим базу лагерь все пошли работа но и первым сейчас подготовим тузулк тузулк это соляной раствор в котором будет солиться рыба для копчения соответственно все ребята которые поймают рыбу будут ее сразу потрошить так как хариус у нас долго не хранится и класть в контейнер с тузулком наберем воду водичка чистая прозрачная и сделаем нужную консистенцию раствора у нас здесь примерно 5 литров воды как бы соли хариус рыба достаточно нежная ее сильно пересаливать не нужно тесно здесь где-то грамм 600 700 соли это будет как раз обычный классический раствор килограмм на 5 литров но для хариуса много не надо соль обычная пищевая здесь к сожалению мелкая я предпочитаю крупную но имеем что имеем ну и соответственно это все немножко перемешиваем закрываем контейнер и ждем рыбу первый день нашей рыболовной эпопеи приехали вчера вчера приехали только в 3 пока поставили лагерь пока все сделали пока поели пока немножко обкатали технику и даже немножко покидались ну как бы рыбалкой это особо считать не получится вот первый день сама андрюха железной в первый день идем мы соответственно верха верха планирую забраться далеко просто посмотреть разведать мы сейчас пришли к берегу мы поднимаемся вверх по реке прошли примерно двадцатку двадцатку километров и причалили мы здесь не просто так моя личная инициатива это моя ностальгия вот с этого места началась моей папе нет реки первый раз мы сюда пришли потому что доехать на машине что невозможно 6 контр пешком и первый раз мы по этой речке сплавились ловили кучу хариусов и это было не соврать бы в году так 2000 но наверное в 2002 может 2001 уже не помню давно было и вот с этого момента я здесь был несколько раз но как уже говорил посты не раз был 16 назад и вот я вернулся пришелся на подометы лодки чтобы можно было ходить дальше ходить далеко сейчас мы пойдем в сторону туда куда я ходил максимум пешком на 7 километров вверх по реке и не хочу это проскочить посмотреть что же там дальше что там за следующим поворотом чем кайфу такой рыбалки никогда не знаешь что тебя ждет там классный перекат они абсолютно интересное место сейчас проскочим еще километров наверное 10-12 посмотрим чё к чему и начнем потихонечку сплавляться спала сам как раз примерно день потом хороший вот этот нормально вот это первый более-менее зачетный хариус ну да уже темненькие это уже зачет это уже зачет ну вот мы начали ловить покажись похвались ну еще конечно трофей и даже не зачем это просто как бы такой у нас дуплет дуплет так удобно вареника не мешается в лодке и сталкивают спихи вы да садись можно и кода я сборю этого ухари спайма по большая копейка и с мухой вот я вчера ловил без мухой было кучу поклевок и ни одной рыбы сейчас вот мы там мэпс аглия единиц вода дико низкая то есть вот я понимаю здесь короче сейчас минимум полметра разница минимум по моему ощущению она должна быть выше упарились сюда идти но дошли и вот мы ловим места где я не был здесь ни разу и вот вот она ловится вот очередной поклевка догонять догонять второй раз о и ударил хороший этот покрупнее мне кажется а вот я даже завести блестяну успех дайте покрепление смотри как красиво меня мальчик догонял три раза три удары только потом решил соклинуть я даже не успел завести блеснуть скок от грамм 300 как на весь тройник ну и так хорюзионыш проще и красавчик за то вот вот он сидит я прекратил проводку поставок мы ударились в камень и в этот момент на паузе сел вот такой вот небольшой хорюзок а мы сейчас снова улетим в берег очень интересное место спешились и ловим прям вот на из лодки чтобы мимо провестись а чуть и более убить то есть туда-сюда заброс в одну стройку другую стройку вот иногда если же так вот такой как вот такой вот хариус он там очень красивая обратка на перекате естественно не мог не сделать туда заброс и вот такой вот не сильно большой но уже не сильно маленький приятный харию зок тихо он сел не трофей решили прогуляться по перекату все равно мелкий лодка не пройдет вот перекат нет никого вообще там единичный поклёк совсем мелкого а вот только перекат кончился пошло более-менее глубина и вот хотя вот такой заклевал нашел на перекате чью-то коробку с приманками судя по вот этим красивым рыжим следам я думаю им уже не очень сейчас посмотрим идем в облях strike pro еще облик китайский чайбик а спускаем давай открывай клапана блесна маленький шторлинг еще что-то вот blue fox оригинал без крючка уже ну ну вполне себе кому-то не повезло нам тоже не могу сказать что повезло но было интересно а сегодня мы будем коптить хариуса в походных условиях для этого нам понадобится соответственно вот такая вот одноразовая коптиленка хотели с собой взять большую серьезную из толстой нержавейки но пришли к выводу что это много места много веса и проще взять пару одноразовых коптилен и потом оставить их ребятам в балке вдруг кто-то еще тоже захочет покоптить рыбку ну и соответственно назад не везти рыба у нас была засолена еще вчера ночью она полежала в солевом растворе и сейчас в принципе готова к копчению остается ее только промыть для этого мы подготовили второй контейнер с водой из реки разные экземпляры у нас так как коптильня двухуровневая те которые покрупнее будут коптиться снизу они так прокоптятся лучше и быстрее а те которые помельче останутся сверху и тоже прокоптятся и не сгорят при промывке рыбы после соли можно конечно ее протереть насухо это наверное даже правильно но так как мы в походных условиях желание протирать каждую небольшую рыбку у меня если честно отсутствует напрочь теперь перейдем к коптильне собственно коптильня новая пока что зачастую ходят споры на какой щепе коптить замачивать ее не замачивать в моем мнении все максимально просто я щепу не замачиваю сыплю сухую в такого рода коптильня она прекрасно напитается влагой за то время пока начнет стекать рыба как бы в коптильник другого вида там вертикальных и так далее она из закрытого цикла также прекрасно пропитается влагой то есть вот это вот какое-то замачивание и тоже к вопросу о дереве из которого сделана щепа кто-то говорит что лучше на фруктовых там яблони, груши, вишни кто-то на даже и на хвойных породах коптят я знаю ну здесь у меня тоже все по классике как бы обычная ольха здесь ее конечно вряд ли можно найти но естественно мы привезли с собой вот такой вот мешочек покупается и его хватает надолго значит касательно щепы в коптильне насыпаем тонким слоем не надо засыпать там килограмм чтобы она сантиметр толщиной была от этого ничего хорошего не будет рыба будет очень горькой как бы просто покрыть равномерно все дно коптильни тоненьким слоем щепки хариус рыба нежная закоптится он очень быстро но здесь была коптильня без гидрозатвора проверять степень готовности легко открыл крышку да посмотрел как бы но я думаю что не больше 20 минут займет вот такая вот закладка коптильня абсолютно без разницы будет открытый огонь или не будет поэтому вот это вот как с шашлыками задавать угольки и язычки пламени заливать водой здесь естественно не надо просто накрываем костер куском решетки в принципе можем закладывать рыбу так крупные экземпляры если конечно можно так назвать кладем вниз и есть ну если там что-то прислонилось к стенкам коптильни да оно может конечно прикипеть но ничего страшного как бы если будет прилипнет носу хариус я думаю мы это переживем в целом все отлично как удобно и держится очень хорошо теперь аккуратно переносим чтобы там ничего не упало ставим это все дело на огонь и обязательно засекаем время поставим на минуток 15 после чего подойдем посмотрим что у нас с рыбой если все хорошо снимаем если нет значит дадим еще докоптится прошло даже чуть больше чем 15 минут сейчас аккуратненько снимем коптильню с огня вот видим все дымит процесс идет и аккуратненько посмотрим что там с нашей рыбой я считаю что идеально не пересушил не пересушили не пересушили не перекоптили вот в таком виде оставляем ее часа на три чтобы она остыла как бы закончится процесс копчения потому что еще все равно щепа тлеет и это важно не доставать рыбу сразу но если вы конечно хотите скушать ее вот прямо здесь за столом можно аккуратненько достать одну рыбку но она горячая будет ломаться будет рассыпаться поэтому после копчения обязательно оставляем остыть мы рыбку свою завакуумируем ну ту которую не съедим здесь и распределим и отвезем своим семьям друзьям и родственникам второй день вчера поймали посмотрели сегодня пойдем не так далеко потому что нас как я уже говорил у нас тут тусовка народу много вот и мы как бы ловим на определенном участке чтобы каждый мог поймать мы не по самым блатным местам входим а вот взяли участок пробили сейчас следующий участок потом следующий потом следующий для того чтобы каждый имел шанс чего-то отдельное поймать хотя они и здесь ловят но здесь размер немножко не тот вот но сел вот побольше но не хозяин что-то хозяин не объявляется этой ямой вот этот хороший даже подсак не помешает но это помешает помешает подсак помешает вот это хороший хороший ну покажись ну похвастайся уже ну похвастайся поможет поможем быть фото гигиеничным да ну это конечно мягко говоря не трофей но уже и не совсем мягкий а все почему потому что гущен поставил тяжеленький миранчик и гоняет по низу потому что здесь яма ильями обычно живут самые крупные представители хорюзовых не надо здесь выйти здесь можно и карнуться смотри какой ямой вот он вот он ой хороший хороший это хороший я сейчас нарушил все техники безопасности схватился за леску ну просто на короткие из ямы по-другому то как по-другому никак это хороший хорючек приятненький уже здесь за что подержаться как говорится о вот ну-ка ну-ка улыбочку есть и неплохой очень неплохой Кирилл а можно мне подсак я наверное свою палку не подниму его а да а а а а а могу рискнуть а м красивый да а паркуйте пожалуйста я всегда выполняю план кирилл поставил задачу мы ее успешно выполнили сейчас посмотрим возьмем ох не упустить быть и друг мой ты сильный хана просто чуть-чуть вы решились его отлично еще раз как окунь вот так его не упущу красиво мармур 07 грамм и маленький силикончик поправим хвостика будем ловить дальше кирк молодец подсказал куда кинуть вот не добрал хороший хороший прям хорош хороший поменьше еще один но тоже ничего потому что не поменьше ну пока у меня самый крупный но это за полкило точно тоже абсолютно непримечательная . ничем то есть вот бы таких мест прошли уже наверное десятка нигде ничего тут хлоп два хариуса очень хорошего размера почему как я не знаю я не понимаю я я его не понимать в этом плане хариус очень трудно приглашать где он стоит сегодня он стоит там завтра всем почему сегодня места которые вчера работали все не работают против люди ой ты не мелко кир не мелко и меня прям вообще не мелко и у меня у меня вообще хороший дуплет 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 1 2 хорошо вот она вот нет это не не монстры был грамм 400 там примерно но сам факт но сам фо на рыбалке разыгрался аппетит есть свежий хариус сейчас попробуем сделать 5 минуточку банальный набор минимум перец соль и филе рыбки филируем чуть-чуть его соли со спектрами немножко перчика 35 минут до полной готовности потом приступаем дегустации это не марафон конечно но близко к этому она наверно того стоило это как мастер заверял это мое посвящение хариуса в север лишь бы результат того стоил я думаю хорош нет давайте посмотрим на что на стало похоже выглядит не аппетитно выглядит но по вкусу просалился все приятного аппетита нижнейшее мясо не сказать что это сырая рыба она уже не сырая да это прям действительно вкусно кто-то тут отобедал возможно это лось такой масел свежий еще кстати реберная часть ну как бы помним скорбим и он открыл что происходит происходит пытаемся собрать походную банную печь чтобы поставить сверху шатер простую конструкцию вот там каркасный шатер самый простой возьмем рулон стрейч пленки обмотаем все вот такая топочка будет найдено в лесу железяка сейчас она будет здесь как каменка с берега возьмем камней побольше хорошенько все протопится после накроется уже готовым тентом и стрейч пленки когда уже полностью прогорит и угореть не будет у нас никакого шанса и поливая немножко водички проживая тут неделю надо будет все-таки помыться новый день новый человек в лодке из плюсов вчера очень неплохо половили поймали уже приличных хариусов там 700 600 грамм даже взвесили вот из минусов вчера и позавчера поведение хариус абсолютно разные точки где клевала абсолютно разные поэтому что будет сегодня понимание вообще не потому что от вроде ничего не поменялось даже погода все то же самое а у других местах поэтому сейчас опять начинаем с чистого листа на хвостом я ловить не умею последний раз на хвостом я ловил здесь 16 лет назад сейчас вы просто взял комплект пока делать нечего у лагеря даже не столько рыбу ловлю сколько вспоминаю хоть чуть-чуть пытаясь восстановить отсутствующие навыки а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одним больше, одним меньше, десятком больше, десятком меньше Я уже третий день играю роль гида Мне главное, чтобы пацаны поймали Я уже наловился прям вот по самой помидору И поймали именно на вертушку Не обязательно, на штопочку На мормах мы поймали вчера Потому что вертушка эффективна Размер Только забрасывать, чтобы я не снимать Для научно-популярных фильмов Маленький Маленький Как же приятно, господи, как мне потом это будет не хватать Я опять буду сидеть И мечтать здесь оказаться Давайте понимать так Полторы тысячи в одну сторону тоже не наездишься К сожалению Вот он сразу прям Поставил кометку Black Fury трешечку Чтобы уж точно не ловить мелочь Ну вот сразу нормальная рыба Есть Ну вот такое Вчера бы сказала нормальная Не Вот такое Вот Сидит Ну такой Неплохой вроде Там лежат два дерева Короче Я прям провел Между ними Вот такой вот Я хорошо, что там зацепил приманку И увидел там два длинных лежащих дерева Прям под кустом Наша походная баня Немножко температуру деформировала Не имеет никакого функционального значения Она работает Все здорово и замечательно Значит, наши дрова Вот здесь у нас и технологический забор воздуха И петечка работает Вот как оно прогорит Как останется только угли Не будет угарного газа Можно будет париться Первые две партии уже людей попарилось Остались вы Окошечко Баня по факту по черному Сейчас выходит дым Когда догорит Закроем Люди зайдут Обойдем с другой стороны Все скромно и без изысков Банная мыльца Кружечка Печечка На камушку льем воду Нам тепло, хорошо И вот тут у нас душ Стеклой водой висит Лечка выводится Вот туда И можно сполоснуться По большому счету Больше удивить вас нечем Субтитры сделал DimaTorzok Отлично Рыбка пошла Сегодня последний день Четвертый Я уже уловился И перешел На напаст Из меня правда Очень плюшевый Клубных хвостовик Прям очень Ребята уже поймали По нескольку штук Но правда единственный момент Я им отдал Самые хорошие места Естественно Потому что Пускай поймают Они сидели в лагере Все эти дни Вот А тебе Взял такие Попроще Уф Уф Ловим на микруху Довольно непривычно Потому что я Небольшой судачник Опыта Чего маловато На микруху Вот крючки маленькие Рыбы вроде бы Тащишь Поклевок Очень много Сегодня же Размер вообще не радовал Единственное Я умудрился Очень хорошего Хариуса Упустить буквально Вот Под ногами В метре полутора Потому что То ли плетенка Посечена уже была То ли еще что-то 0,5 плетенка Просто порвалась И он с блесной ушел Вот это обидно Потому что Блесна-то ладно Это компенсируется А рыбу жалко Самый Неприятный момент Из всего пребывания Это то, что уровень воды Слегка ниже того Который должен был быть Сантиметров так До 50 Поэтому Честно говоря Физически Мы умотались Совсем Почему? Потому что Каждый раз Перед каждым Серьезным перекатом Где уже даже Водомет не проходит Нам приходилось Вылазить И тащить Все это Добро Вверх Потом вниз Здесь очень нравится И по всей видимости Я все-таки Чего я не хотел Но Видимо Я заболею этим севером Этим югом Вот этой вот Компанией Очень душевно Мой первый Харьес Компания тоже Замечательная Что Нордстрим Что все Люди Которые здесь Находятся Хариус Я вообще ловлю Впервые То есть Я Можно сказать Новичок В этом всем Но Мне понравилось Плюс-минус Меня Попробовали Научить Рыбалка Интересно Работали В основной Вертушке И меня еще Что очень сильно Удивило Мармышечный результат По Размеру Пойманная рыба Уступает Вертушечный По количеству Мармышка Переиграла Всех Причем Я сегодня Ради интереса Брал нахвост Так вот Мармышка Переиграла нахвост В следующий раз Когда Или если Я поеду В подобные условия Ловить Хариуса Мармышка Будет со мной Пару слов О Мармышке Не важно Какой у вас размер Главное Уметь им пользоваться Дорога Которая Сюда была проделана Абсолютно стоила Эту эмоции Обалденные С погодой Нам повезло Хотя обещали Более прохладную Температуру То что Природа Замечательная Вчера Собрали Мобильную баньку На берегу Попарились Искупались Контраст Водичка Тепло Все замечательно В лесу Ягода Поэтому получился Такой Замечательный Отдых Всем рекомендую Ездить Так отдыхать Единственное Немножко Подкачала Погода Она была Слишком хорошая Активность Хариуса Начинается Тогда Когда У берез Начинает Желтеть Лист И он Начинает Активно Сыпаться В реку В этот момент Это прям Примета В этот момент Хариус Начинает Активно Погода Обманула Жестоко Хариус Не был Таким Активным Которым Должен быть Но Хариуса Мы поймали Хариуса Поймали Не скажу Что там Дико Много Но Как бы Каждый Поймал Редактор субтитров